Что такое научная школа? Кто в ней учится и кто преподает? Об этом и не только. В тележурнале Студенческая 7. Здравствуйте! Об этом человеке написаны десятки книг, тысячи статей и снято множество документальных фильмов. Вся его долгая творческая жизнь неразрывно связана с Ижевским механическим, с Ижевским техническим университетом. Из стен его научной школы вышли сотни талантливых конструкторов. А ее бессменным лидером на протяжении 60 лет является доктор технических наук, почетный профессор из ГТУ Михаил Тимофеевич Калашников. Две звезды героя, три ордена Ленина, десятки орденов и медалей. Среди многочисленных наград и званий легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова есть одно в сравнении с другими довольно скромное, но оттого не менее значимое звание. На протяжении всей своей истории судьба Ижевского механического института, а позже Государственного технического университета, тесно связана с деятельностью этого человека. Собственно, и сам институт был создан по решению товарища Сталина с целью подготовки специалистов для массового производства изделия 212, которое позже войдет в историю под чеканной аббревиатурой АК-47. Михаил Тимофеевич ввел понятие, сказать, что ввел учебный процесс, это слишком громко, но участвовал, эпизодически участвовал в учебном процессе на кафедре, ну тогда она называлась проектирование автоматических машин и механизмов. Он принимал участие в учебном процессе, читал лекции. Например, есть Калашников, есть оружейная школа Калашникова, которая воспитала десятки, может, сотни специалистов. Ведь сам Калашников, он же, ну его физически не хватит, нужно читать у нас лекции. Он был помоложе, приходил, но и Калашников, и другие известнейшие в конструкторах нам приходили, и читали лекции, и сотрудничали. А сам Михаил Тимофеевич был ученым ученого совета докторского. Поэтому главное, что оружейная школа Калашникова в углове со своим лидером, она образует ту среду для нашей кафедры, в которой мы можем работать. Михаил Тимофеевич Калашников давно сотрудничает с техническим университетом. Он почетный профессор технического университета, член диссертационного совета, специального диссертационного совета, в работе которого он достаточно часто участвует. Он встречается со студентами нашего университета регулярно, особенно со студентами машиностроительного факультета, передает свой опыт, неоценимый опыт. Десять лет тому назад на машиностроительном факультете ИЖГТУ был создан Институт стрелкового оружия. Решением правительства Удмуртской республики ему было присвоено имя Михаила Тимофеевича Калашникова. Мы когда проработали, опять так же поехали к Михаилу Тимофеевичу, все ему рассказали, потому что уже отношения были доверительные. Он поначал, ребята, так, 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 я согласен. То, что рождение института связано с именем Калашниковым в определенном роде, я не убежден. И он имеет, скорее всего, такую представительскую функцию. И понятно, что когда мы работаем над решением ряда вопросов по подготовке кадров для наших промышленных предприятий, то мы используем опыт Михаила Тимофеевича Калашникова и тот опыт Института стрелкового оружия. И ЖМАШ, и Калашников тоже неразделимы. Мы неразделимы от ИЖМАШа, как угодно. Все выпускники там наши трудятся, и в руководстве, и в разных отделах. И вот сейчас сотрудники кафедры там успешно работают. Ученые и МИЖГТУ принимали самое деятельное участие в подготовке и защите диссертаций конструкторов из состава КБ Калашникова. Тот же Никонов, тот же Безбородов, тот же Дерюшников и так далее. И все они не остепененные. И мы понимали, что школа Калашникова должна иметь предложение. В год празднования 55-летия ИМИЖГТУ именно здесь, в стенах Технического университета, Михаилу Тимофеевичу Калашникову был вручен диплом о присвоении ему звания действительного члена Военной Академии Российской Федерации. Приятно получить это большое почетное звание. Пусть Военная Академия верит. Я оправдаю и это доверие. Наша кафедра стрелкового оружия готовит будущих конструкторов-оружейников. И просто невозможно представить подготовку настоящего специалиста без лекций известных конструкторов и практики в заводских цехах. Ты забыла о лаборатории, материальной части стрелкового оружия. Здесь хранится несколько сот образцов, самому старому из которых более 300 лет. И что, на это все можно поглазеть? Не только поглазеть, но и повертеть в руках. А пострелять? А вот это, Настя, тебе ни к чему. Среди образцов один из старейших в мире пулемет Максима, самый популярный среди чикагских гангстеров пистолет-пулемет Томпсона, самая массовая современная винтовка М16 и, конечно же, самый распространенный на планете автомат Калашникова, в том числе и его базовая модель – легендарный АК-47. В 2013 году у нас будет 65 лет вот именно этой конструкции. И вот именно этот потенциал развития позволил, опираясь на базовую конструкцию, получить на выходе целую гамму образцов вооружения. Кто знает, может быть, именно эти практические занятия будущих конструкторов со стареньким АК-47 станут поворотными в их судьбе, решающими для понимания своего предназначения в будущем. За минувшие годы на кафедре стрелкового оружия подготовлены тысячи выпускников, ставших позже ведущими конструкторами предприятий ОПК. Все они прошли школу Калашникова – и человека, и его изделия. Я всю жизнь проработал с этими людьми. И мы за короткое время сумели массу образцов сделать, которые приняты не просто лишь бы изготовить, пострелять, а приняты на вооружение. Поэтому ИЖГТУ я знаю, потому что все мои помощники, они выходцы из этого университета. В 1995 году, по примеру, западноевропейских университетов, ученым советом ИЖГТУ было учреждено звание «Почетный профессор». Когда мы ввели звание в экспериментальном порядке почетного профессора, просто ввели, но еще не знали, как и кого, но и формировали первый список почетных профессоров, шесть человек почетных профессоров, да, вот среди них был в первом списке был и Калашников. В 2007 году в издательстве Ижевского государственного технического университета вышла в свет книга «Оружейник. Конструктор XXI века» под редакцией профессора Абрамова и профессора Писарева. Нужно каким-то образом, его творческий опыт, сделать достоянием, да, и его нужно каким-то образом обработать и запечатлеть в рисунках, в чертежах, в динамике изменения всех этих конструкций. Эта работа долго продолжалась, и она закончилась в итоге-то вот книгой «Оружейник. Конструктор XXI века», где там очень много рисунков, и все это показано, вот эволюция калашниковского оружия. Это я считаю, что мы, как ученые, эту главную свою задачу, чтобы опыт, накопленный человеком, стал достоянием. Ну, и здесь, естественно, в разумных пределах. 21 октября текущего года в Вежевском государственном техническом университете в рамках Всероссийского совещания по подготовке кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса страны был открыт читальный зал имени Калашникова. Очень важно, чтобы студент, посетитель нашей научной библиотеки, приходя в библиотеку, мог посидеть за столом, ознакомиться с книгами Михаила Тимофеевича Калашникова, войти в интернет, посмотреть труды, которые написал сам Михаил Тимофеевич, и которые пишут о нем, и, по сути дела, прикоснуться к истории. И для нас важно, что мы тоже чтим и уважаем достижения великого конструктора и считаем, что студенты наши, наши молодые ученые, должны быть приучены точно так же к этому, как с уважением, с любовью относятся к выдающемуся конструктору наши преподаватели и сотрудники старшего поколения. Говоря о научной школе Михаила Тимофеевича, достаточно привести лишь один пример. В премии правительства Удмуртской республики имени Калашникова отмечено 22 профессора технического университета. А вот еще один пример признания научных школ нашего вуза. На днях стало известно, что ректор технического университета Борис Якимович стал победителем конкурса, объявленного ранее президентом России. Он получил один из грантов по государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации. Разработка теоретических основ моделирования сложных технических систем профессора Якимовича вошла в число победителей в категории технические и инженерные науки. Михаил Тимофеевич Калашников регулярно встречается со студентами и преподавателями технического университета. Выдающийся конструктор и общественный деятель делится секретами своей творческой лаборатории, рассказывает о поворотных веках в истории советского и российского оружейного производства, о качественном превосходстве российского стрелкового оружия. Эти встречи имеют огромное значение для воспитания наших студентов, которые должны знать, ценой каких величайших усилий ковалась индустриальная и военная мощь нашего Отечества. Михаил Тимофеевич Калашников пусть негласно, но он очень хорошо влияет на наш факультет. Михаил Тимофеевич Калашников воспитывает наших студентов в духе патриотизма и любви к Родине. Это особенно важно сейчас. 22 февраля ИЖГТУ отмечает свой 60-летний юбилей. За это время Провинциальный механический институт с двумя факультетами превратился в крупнейший технический университет региона и выпустил более 50 тысяч инженеров для гражданской промышленности и предприятий военно-промышленного комплекса страны. Выпускники этого университета работают в различных областях, поэтому мне очень приятно в этот 60-летний юбилей поздравить всех с замечательной датой. Пожелать всем добра и здоровья. Работать, работать и работать. Итак, на следующей неделе Ижевскому механическому, Ижевскому государственному техническому университету 60. В юбилейных мероприятиях примут участие делегации российских и зарубежных вузов-партнеров, многочисленные выпускники ИМИЖГТУ. Живем до понедельника. Приглашаем всех на торжества. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова